Фермеры приостановили акцию протеста на центральной площади в Кишиневе и отправились на своей сельхозтехнике по домам. По их словам, в столице их не хотят слушать. В то же время аграрии заявили, что готовы использовать другие формы протеста, в том числе блокирование дорог и Джуджулерского порта. В первой половине дня, 8 декабря, Ассоциация Форца Фермерелор распространила заявление, в котором говорится, что накануне премьер-министр публично выступил с двумя ложными высказываниями. Допускаем, что его дезинформировал министр сельского хозяйства и пищевой промышленности. Однако плохо, что информация, озвученная главой правительства, настолько недостоверна, говорится в заявлении Ассоциации. Первая ложь, указывают Форца Фермерелор, это утверждение Дарина Ричана, что еще в августе была достигнута договоренность о том, что фермеры представят список неплатежеспособных хозяйств, чтобы правительство целенаправленно выделило для них деньги. Мы увидели, что премьер-министра, по крайней мере, нормально не информировали, что он говорит неправду. Говорит, что дизельное топливо уже роздано, что в августе были подготовлены списки от фермеров. Я со всей ответственностью заявляю, ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре не было обращения на составление списка тех, кто не может оплачивать кредиты и другие долги. Министерство запросило в срочном порядке такой список всего три дня назад. Мы его представили сегодня утром. В этой связи Ассоциация Форца Фермиерилор отмечает, что не понимает юридического статуса и полномочий комиссии, созданной при Министерстве сельского хозяйства, которая, как говорят в Ассоциации, не может действовать в порядке отступления от некоторых норм законодательства. В свою очередь, в Федерации фермеров считают, что власти допускают большую ошибку по отношению к сельхозпроизводителям. Они кое-где пытаются нас опорочить. Говорят, что мы не платим налоги неправильно, неэффективно, используем субсидии, как будто сами сильно разбираются в экономике. Я считаю, что невооруженным глазом видно, что они понятия не имеют о бизнесе в сельском хозяйстве. Я это говорю вполне серьезно. Тем не менее, они позволяют себе оценивать, как мы справляемся со своей работой. В Ассоциации Форца Фермиерилор также обращают внимание на то, что почти 15% членов организации находятся на грани банкротства. И предполагают, что их число, скорее всего, возрастет в ближайшие недели. Я работаю с двумя фирмами, занимающимися расходными материалами. Перед одной долг 1 миллион 192 тысячи леев, из которых я не выплатил ни одного бана. Я всю жизнь проработал в сельском хозяйстве. И так получилось, что мы даже не заметили, не осознали, что еще чуть-чуть и станем банкротами. На прошлой неделе правительство заявило, что не может выполнить ни одно из требований фермеров. Речь, в частности, идет об установлении моратория на применение штрафных санкций за просрочку платежа и выделение полумиллиарда леев на компенсацию в 2024 году за урожай кукурузы и подсолнечника. 6 декабря банковское сообщество выразило готовность оказать поддержку клиентам из аграрного сектора, которые взяли кредиты и испытывают трудности с выполнением своих обязательств. Напомним, фермеры организовали несколько акций протеста в центре Кишинева. Четыре дня назад к правительству и парламенту они принесли мешки с соломой, навозом и овощами. Однако у здания администрации президента им запретили что-либо оставлять. Пресс-секретарь Кабмина Даниэл Воды заявил, что власти помогают всем фермерам, а не только членам определенной ассоциации, в том числе путем выплаты субсидий, размер которых в этом году достиг 1 миллиарда 900 миллионов леев, а также возврата НДС и выдачи свидетельств о форс-мажорных обстоятельствах. Субтитры создавал DimaTorzok